Подготовили почву и высадили прекрасные растения. Цветники в Самаре появляются не только на центральных улицах, но и в небольших переулках. Так на Ярошевского теперь жители будут радовать пять компактных клумб, которые засеяны тагетисами и катарантусами. Катарантус, я говорю, мы в последнее время достаточно много стали использовать. Он, во-первых, хорошо цветет, он засухоустойчивый, теплолюбивый. И его главное достоинство то, что после отцветания его не нужно обирать, он сам облетает. Еще ранней весной специалисты специалемстрой зеленхоза в рамках реализации муниципальной программы «Цветущий город» подготовили необходимую рассаду в теплицах и в течение всего сезона выполняют цветочное и ландшафтное озеленение. Ухаживают за цветами вплоть до наступления осенних холодов, поливают и пропалывают. Также убирают из клумб отсветшие растения и высаживают новые, чтобы цветник на протяжении всего сезона выглядел эстетично. Максимально полив осуществляется после непосредственной работы по высадке. Это касается и древесных устарниковых растений, и цветковых, то есть до приживаемости. Далее, соответственно, полив идет по погодным условиям. То есть, если, как сейчас у нас стоит достаточно жаркая погода, то кратность полива, его частота увеличивается, поскольку высокие температуры и раскаленный асфальт неблагоприятно воздействуют на растения. Всего в Самаре в этом году общая площадь цветников составила 38 тысяч квадратных метров. Это и клумбы, и зоны вдоль дорог и тротуаров, и вертикальные конструкции, которые обычно располагаются у памятных мест. Андрей Горгуленко, Петр Поломеев, Николай Сидоров. События.